Добрый день, уважаемые тюменцы! Меня зовут Олеся, и не так давно я переехала из России в Словению к мужу. Наверное, вы слышали, что 15 мая Словения, первая из стран Евросоюза, объявила о завершении эпидемии коронавируса в стране. Сейчас у нас работает общественный транспорт, открыты практически все предприятия, магазины, салоны красоты, рестораны. Однако до конца мая мы обязаны носить маски и соблюдать дистанцию не менее полутора метра. 18 мая дети пошли в детский сад и школу, 1, 2, 9 классы. Между классами школьники не общаются, однако я видела, как на школьной спортивной площадке первоклассники спокойно играли в салки, в прятки, то есть абсолютно так же, как и до эпидемии. Это меня очень обрадовало. Во время карантина, когда Словения закрыла границы с 12 марта, словенцы очень отнеслись ответственно ко всем мерам, которые государство предписало выполнять. Например, в магазинах помимо масок мы обязаны были надевать одноразовые перчатки. Пожилые люди особенно беспокоились и носили маски на улице постоянно. Также особое внимание уделялось постояльцам домов старых, где, к сожалению, были зафиксированы самые высокие показатели заболевания коронавирусом. Сейчас государство приняло решение поддержать внутренний туризм, выдав каждому взрослому словенцу ваучер в размере 200 евро и каждому ребенку в размере 50 евро. Я желаю всем крепкого здоровья, скорейшего открытия границ в России. Приезжайте к нам в гости в Словению. Приезжайте к нам в гости в Словении.